У него не было ни единого шанса меня выиграть, даже близко не было. Я не хочу себя хвалить или еще что-то, просто я говорю факты. Так оно и было. Он тратил много сил, чтобы меня душить, а я это чувствовал, я ему делал такой хрип, пускал, чтобы он думал, что он меня душит. И потом он понял, что, оказывается, он меня не душит. Он понял, что я его развожу, и он отпустил захват. Я понял, что он в душе проиграл, он сдался. Когда наступит такой тяжелый момент, когда ему придется решать, сдаться или нет, и когда тебе придется решать, сдаться или нет, вот тогда и определяется настоящий воин. Хабиб, the eagle, Mimago Mera! Когда я с Гусани собрался, отец не мог прилететь. А дядя прилетел, а я вес гонял, очень-таки тяжело гонял, тогда я без диетолога гонял. Хабиб сегодня весит 88 килограмм весит, а гонять надо сделать 70 килограмм, 400 грамм, это же не маленький, это же 17 килограмм, 16 килограмм. Я, видя это все, на самом деле старался поддерживать, и постоянно следил, и действительно я нервничал, именно кто им, когда он гонял вес. Последние 2-3 килограмма, я тоже не уходил. Дядя мне говорит, ты, ну, такой серьезный путь выбрал, дерешься, где собираются лучшие бойцы мира, со всего 7 миллиардов людей, со всего мира здесь собраны лучшие бойцы, и становятся топ-10, ты дерешься с пятым номером в мире, и ты на что-то жалуешься, а вообще кто тебе сказал, что будет легко? В психологическом плане, в своей голове я не допускаю ни малейшего шанса, что я могу проиграть. Он все время был в работе, ел или спал, или тренировался. Его долго это не может выдержать, это все равно организм должен отдыхать, должен какой-то перевив быть, должен как-то расслабиться. Он же спиртное не пьет, не курит, какое-то расслабление же должно быть у человека. А он практически, я считаю, беспереривный. 7-8 лет, можно сказать, он практически не отдыхал. Подряд три травмы. Он не дрался два года. Были у Поршины лучшие два года, и спортивная биография. Он был расшатан. Он не смог ни с кем разговаривать, никого увидеть, ни с кем общаться. Тут он в этой комнате как раз таки спал, лежал и говорил, не знаю, я говорю, как мне быть. Это кого-то просто берут тебя и сажают в тюрьму. Вот такая тема. Просто кого-то тебя изолировали, ты не можешь выйти, погулять, с друзьями увидеться. Я думал, может, Всевышний мне показывает на то, что я должен оставить. Ну, отец меня переубедил, сказал, что столько всего прошло, и ты хочешь сойти с дистанции. И ты еще говоришь про характер. Слово родители – это для нас все. Вот независимо, в каком бы возрасте я ни был, вот родился у меня сын, я ждал, пока отец примет решение и скажет, какое имя дать. Казалось бы, я уже взрослый, сыну 6 лет, всего лишь мне было тогда 44 года. Но тем не менее я ждал, пока отец поднимет руку, скажет, да, вот такое имя. Это действительно традиция, это уважение к родителям. То, что старший говорит, то и правильно. На каждого папу у нас в Дагестане найдется свой папа. Все дети собираются вокруг них. Где бы мы ни были, в Америке или в Англии, или в другом, все приезжаем и собираемся возле них. Неспокойно нам, когда они побаливают или что-то, значит, здесь нездоровятся, это очень плохо. А так, возле них всегда спокойно. Перед каждым отецом я заезжаю к нему, и постоянно он говорит, я надеюсь, это последний бой. Он говорит, ты и так многое доказал, давай. Я говорю, давай, последний бой. Потом приезжай, он говорит, нормально, порох есть еще, надо дальше. Аллах, ваак, да? Ну, в жизни, всего-всего, мне очень многое дал. Иногда я думаю, за что? У меня есть все, я на что не жалуюсь. Даже больше, чем я ожидал, чем я хотел, я получил уже. Я считаю, что есть люди намного больше, чем я, которые заслуживали это. Но Всевышний выбрал меня, значит, мне придется доказать это. Когда сетка закрывается, остаемся он и я. Все. И больше он не думает ни о чем. Не любит он уступать. И не хочет он расстаться с этим нулем. Хочу войти в историю смешанных единоборств, как один из лучших бойцов. Это одна из тех целей, которые я преследую. Вот. цииo Продолжение следует...